Добрый вечер, мои дорогие подписчики! Добрый вечер, мальчики и девочки! Добрый вечер, все, кто случайно зашел на мой канал! Я рада вас приветствовать на своем канале, где я худею сама с помощью интервального голодания и кето-диеты. Мои дорогие, я сегодня отчиталась перед вами. Мой вес на сегодня составляет 82-200. И за 5 месяцев и 22 дня у меня минус 20 килограмм. Конечно, я безумно этому рада, хотя нужно признать, что последний месяц у меня очень трудно уходит вес. И в неделю уходит 400-500 грамм. Если раньше у меня ходило 100 грамм в день, то сейчас уходит очень тяжеловато. Ну, я летом всегда тяжелее худею, хотя нужно и признать то, что, возможно, у меня были какие-то нарушения. Я хочу очень жестко пересмотреть свой режим питания, так как я занималась осолениями, маринадами. Возможно, тут где-то были переборы, хотя я, конечно, считаю. Но дело в том, что я склонна к отекам. И, к сожалению, у меня это быстро все реагирует. Вот я сегодня утром снимала, не утром, а днем снимала вам отчеты. У меня было очень отекшее лицо, и связываю это с творогом. Я очень люблю творог, ем его очень редко. Может быть, раз-два от силы в месяц, но у меня отеки сразу. Также, возможно, вот я мариновала огурчики, помидорчики, грибочки. Возможно, с этим, потому что, возможно, это как-то далось себе знать. Поэтому с завтрашнего дня у меня будет более жесткий режим питания. Я буду очень строго все опять соблюдать, так же, как изначально у меня было, когда я прям считала две недели, а все-все конкретно. Потому что как-то сложно очень стало, стал вес уходить. Очень сложно. И вот отеки мои. Ну, отеки, это я говорю, не реагируют и на жару. Хотя у нас сейчас прохладная погода, но тем не менее я отекала. И я думаю, что это связано с какими-то нарушениями в моем питании. Поэтому с завтрашнего дня я за себя берусь, перехожу на второй этап своего похудения, пойду за следующими 20 килограммами минус. Вот такие мои планы, мои хорошие. Сейчас я отвечаю на вопрос своих девочек-подписчиков. Мне хороший вопрос задала Лина. Спасибо большое, Лина. Я удивляюсь, почему никто больше это не задал, вопрос. Хотя вопрос наверняка многих интересует. А возможно, просто уже, кого интересовал этот вопрос, сами прочитали в интернете. И Лина задала такой вопрос, почему я использую именно миндальную муку. Дело в том, что при кетогиете приветствуется миндальная и кокосовая мука. Они вот на первом месте. Также льняная и коноплянная. Амарантовая, да, я вот обещала Оле узнать. Оля я до сих пор еще не узнала, потому что у меня не было разговора с Катериной. Но разговаривала с кетозниками. Кто за, кто против. Вот вы знаете, она, как бы кто-то говорит, что да, можно. Кто-то говорит нет, да. Я ее не использую только потому, что мне из всей разрешенной муки не больше углеводов. Только по этой причине. Сказать однозначно нет, я пока вам не могу. По поводу же миндальной и кокосовой. Это две муки, которые содержат, содержат меньше всего углеводов. Если брать другие, другую какую-то муку. Это вы смотрели калории, а надо смотреть состав именно углеводов. И я уже объясняла, что на четверть стакана всего 6 грамм углеводов. А если на порцию чистых углеводов получается 3 грамма. Вы понимаете, что это мало. Это немного по углеводам. Поэтому миндальная и кокосовая, она приветствуется именно при кетодиете. Нам можно. Но естественно нужна норма, мои хорошие. Это понятно, что если мы будем готовить и стряпать, как говорится, вкусняшки каждый день и перебирать там. Это, естественно, ничего хорошего. Даже полезными продуктами можно себе все испортить. Естественно, я же делаю для своей семьи. Если мне достается 50-70 грамм, это, как говорится, кот наплакал. Так что делаю я пироги, делаю сладкие. Ну как сладкие, они не сладкие. Я не использую никакие сахарозаменители. Я обязательно выставлю вам видео. Я делала сегодня пирог с творогом, опять же с творогом и с черникой. Ну, самой мне достанется грамм 50-70, не больше. Больше я, вернее, себе позволить не могу, потому что, говорю, даже полезными продуктами можно себе все испортить. Поэтому, моя хорошая, всему нужна мера. То, что я вам показываю, это же вы должны понять, что этот пирог-то не я одна съем. Так что при кето-диете мука кокосовая, миндальная разрешается. Пожалуйста, готовьте, но знайте меру. Естественно, никогда я не добавляю никакие сахарозаменители, хотя они нам разрешены, но это мое видение. Я никакие сахарозаменители не использую. Ну, а на ваше усмотрение, если вы будете использовать, если вы вообще не можете этот пирог, допустим, с ягод сделать, и без сахаринки-то сахар нам нельзя, но заменитель я бы рекомендовала либо стевию, либо ретрит. Хотя, говорят, стевия очень своеобразный привкус. Так что это на ваше усмотрение. Я не использую. Мне хватает в составе ягод. Для меня это нормально. А вы смотрите, почему я использую. Я объяснила, что эти, это мука миндальная, капустовая, льняная и конопляная, имеют в своем составе меньше всего углеводов. Также миндальная мука, почему я ее обожаю, она очень много содержит витамина Е, кальция, магния, калия. Она очень хорошо снижает уровень сахара, нормализует уровень плохого холестерина. Это вообще очень полезно для сердечка нашего. Поэтому миндальную муку, конечно, я люблю. Вот из всей муки она мне очень, конечно, полюбилась. С нее готовить очень хорошо, удобно и вкусненько, что немаловажно. Но всему должна быть мера. А то я начинаю сейчас ваши свои пострепушки вам показывать. Вы скажете, ничего себе, кетодиет столько стрипни. Опять напугаетесь? Я уже не знаю. Не показываю долго, плохо. Начинаю показывать, это вас как-то шокирует. Так что, мои хорошие, не пугайтесь. Нам это можно, но только всему нужна мера. Лина, вам спасибо, что вы задали такой важный вопрос. Надеюсь, многие хотели этим поинтересоваться. Вот я вам почему и говорю, что я использую миндальную муку, хотя не только ее, я и кокосовую использую, и ледненую, и конопляную. С конопляной даже делала печенюшки. Они очень были вкусненькие, потому что там мало углеводов, и потому что они разрешены на нашем режиме питания. Понятно, да? Итак, мои хорошие, еще меня спрашивали девочки по поводу углеводов, как в начальной стадии, когда переходят на кетодиету. Да, в первое время, но я две недели, мне хватило две недели, я углеводы вообще никакие не кушала, ничего, даже из-за разрешенных ягодок, ничего. Две недели у меня было все серьезно, все считалось, все проверялось, и в первые месяцы у меня был хороший результат, но в первый месяц у всех сразу идет хорошо. Я скинула 7-300 в первый месяц. Ну, понятно, что это в основном-то вода, конечно, ушла. Но, тем не менее, две недели я не кушала даже ягодки. Ягоды я начала после двух недель, я начала включать, но по 3-4 штучки, по 5, ну, постепенно, не сразу, прямо по 3 штучки, я клубники начинала, по 3 штучки, через полмесяца я начала пробовать. Но не сразу, сразу я углеводы, конечно, никакие не употребляла. Но запомните, что листовые салаты, углеводы можете даже не учитывать, когда вы считаете свои углеводы сзади. Их можно не учитывать. Это ничего страшного. Итак, мои хорошие, я перед вами сегодня отчиталась. Решение, которое я хотела принять, делать отчет раз в месяц, я, как говорится, по вашим просьбам буду делать, как обычно, каждый выходной день, каждое воскресенье. Так что мои видеоотчеты будут выходить по-прежнему в каждой выходной, каждое воскресенье. А по поводу муки я Алиночке ответила, девочкам по поводу углеводов. Просто советую первые две недели, если вы сможете, месяц вообще замечательно. Я вот две недели честно все считала и все наблюдала. От завтрашнего дня я перехожу на, как говорится, новый виток, на новые свои достижения. Пойдем за другими, следующими своими 20 килограммами. И пойдем за ними. А будем скидывать их? Итак, мои хорошие, и, конечно, я хочу пересмотреть весь мой рацион. Меня все-таки беспокоит то, что я стала очень тяжело скидывать в неделю. Ну, где-то вот 400-500 грамм у меня в среднем уходит. и хочется, конечно, как-то, ну, не то, что быстрее, но как-то вот по 100 уходила, я была довольна. Хотя, если взять по 100, это всего-навсего 3 килограмма в месяц. А сейчас у меня где-то получается всего 2 килограмма в месяц. Поэтому я хочу строго опять начать смотреть, где-то что-то, может, я перебираю, может, что-то я неправильно делаю. Возможно, вот эти вот соления, которые я сейчас делала, естественно, я все пробовала, я мариновала, я солила, и хотя маринад у меня, естественно, я вам говорила, что все мариную без сахара сейчас. Ну, возможно, где-то что-то перебрала вот в этом, где пробовала, где-то, возможно, и в углеводах. В общем, надо смотреть, пересматривая весь свой рацион, добавляю кардионагрузки, буду дольше ходить пешком, продолжаю делать зарядку, ввожу лифодренажную зарядку, ну, я ее начинала, потом у меня что-то забросилось с ней, ходила больше, ну, в общем, буду как-то жестче сейчас следить за своим режимом питания, своими физическими нагрузками, надо как-то продолжать идти более уверенным шагом вперед, потому что вот как-то меня это смущает, очень то, что 400-500 грамм, ну, все равно хвалю себя, все равно хороший мой организм, спасибо, что он со мной вместе скидывает ненавист на эти килограммы, чтобы мы были здоровее, молодее и так далее. Итак, мои хорошие девочки и мальчики, я еще буду вам выставлять свой пирог с черникой, с творогом, тоже кето-пирог, очень вкусный, сытный, мои хорошие. Я вам показываю, что можно готовить, но это не говорит, что вы перебирали, пожалуйста, знайте всему миру, вы примерно вот знаете, вот допустим, если пирог с черникой, это получается где-то 275 кето-калорий на 100 грамм продукта. Я примерно вам говорю, возможно, я вам больше сказала, но пусть лучше больше, чем меньше. Поэтому, если вы скушали этот пирожок, то всего, всего 50 грамм, но не потому, что там 275 калорий на 100 грамм продукта, просто потому, что там 30 углеводов получается, в общем. А вы 50 грамм скушаете, вот уже 15, у вас остается только 5 грамм. А вы там где-то ее доберете, эти 5 грамм в течение дня. Поэтому, если пирожок, то 50-70 грамм и больше. Понятно, да? А то я вам говорю, показываю, а вы потом у меня начнете толстеть. Так что, мои хорошие, всему должна быть мера. Всего нужно. Вкусненько нам кушать-то все. Вот я говорю, я всем, которые спрашивают у меня постоянно про меню. Девочки мои дорогие, ну зачем вот мне меню? Я готовлю то, что я готовила в своей жизни. Я просто изменила, как бы, вернее, я не делаю из тех продуктов, которые нам запрещены. Пироги, торты, я стряпала, я делала. Мне это очень нравится. Я и сейчас это делаю, но я делаю это с другой муки, и я исключила какие-то составляющие. Допустим, если я рыбный пирог, то он в составе, там у меня зелень, вместо того, что я раньше клала, допустим, рис. Если сейчас я делаю какие-то пирожки, как бы, вот на десерт, который я вам буду показывать с творогом и щирникой, то там у меня нет сахара, нету никаких подсластителей, у меня просто там ягода. и так далее. И я никакое меню, вот я захотела что-то, я приготовила. И тут никакого меню не надо, не заморачивайтесь, я, пожалуй, готовьте, что вы готовили раньше, только исключайте те продукты, которые нам нельзя. Итак, я вам выставляю периодически свои блюда, смотрите, читайте, пробуйте, но, пожалуйста, соблюдайте мои хорошие, меру. Мера нужна всегда. Даже очень полезными и нужными продуктами можно навредить, можно съесть не 100 грамм, допустим, того же пирога, 200, и всё. Вы переберёте свои углеводы за день и так далее. Всему должна быть мера. Итак, мои хорошие, кому понравилось моё видео, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим не слайд, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. А пока, пока-пока!